Друзья, приветствую вас на моем канале Неву Нолинсей. В предыдущем видео с Ахмарской покатушки я сказал, что подарю динамический трос от компании АВС тому автомобилю, которому выберете вы. Почитав ваши комментарии, это оказалось у нас синий УАЗ. Я встретился с водителем и передал ему динамический трос. Это как раз вот водитель Бекир. Сегодня мы ему передаем динамический трос от компании АВС. Всем привет, участвуйте, интересно. Спасибо тебе за интересный контент. Конечно, побольше бы снега. Ну, снег еще есть. Скоро будет уже сырой снег, уже нулевая температура, скоро будет грязь. Я думаю, мы еще с вами встретимся. Видео, которое вы сейчас посмотрите, оно как бы не планировалось записывать. Это получается вторая часть с Ахмарских покатушек. Будет в основном с видеорегистратора. Вам приятного просмотра. Всем привет, рассказываю про это видео. В предыдущем видео нас пригласили ребята в село Сакмара. Кому мы приезжали в гости, с ними покатались. И они нас сопроводили домой полями до города Оренбурга. Вот, как видите, сейчас мы подъезжаем. До города Оренбурга осталось 20 километров. Здесь мы остановились, попили чаю, пока-пока и разъехались. Примерно мы катались часов там на 5. И ребята, основная масса, уже нужно было домой. И мы выехали, кому-то нужно было ехать направо, чтобы до города быстрее доехать. А мы остались здесь. То есть остался вот я на Ниве, Алексей на Дастере и Николай на Поджерике. И потом 31 Нива еще в конце подъехала. Я пытался в эту гору заехать, Алексей пытался в гору заехать, Паджерик пытался в гору заехать. Но получилось только у меня заехать. Я тут резину устроил до единицы. Резина у меня липучка, фрикцион, 215-65-16. Ну и вот, мы катались-катались, пробовали-пробовали. И стали нам поступать звонки от ребят, которые уехали уже полчаса как на город. Типа, мы там застряли, не можем пробиться. Но мы как-то так всерьез не приняли вот это, что они не могут проехать. Ну и стали дальше продолжать кататься. В конце концов, я тут заехал на эту горочку. И решили мы поехать домой. А домой нужно нам было ехать. Тоже подняться на горку, только не на эту, а по дороге. А снега забито было прилично. Особенно вот здесь, как видите, я поднялся на горочку. А вот он стоит поджерик, который не смог забраться. Я не знаю, с какого раза 50-го, но получилось у меня вот забраться. Вот здесь вот я развернулся кое-как. Какой передачи ток не пробовал. На первый повышенный не едет, не хватает. На третий пониженный, на второй пониженный. То в полный газ, то в полгаза. Ну, горка такая серьезная. Было больше стравится, до 0,3, может быть, я и сразу заехал. Но, по крайней мере, я пробил и стал спускаться. Запись будет идти уже с видеорегистратора. И все. И вот тут мы поехали домой. Мы поехали по другой дороге. Здесь я стал дорогу бить. Ну, посмотреть, как это было. Я буду дорогу топтать. Ага, натопчешь. Проблема, проблема. А проблема, сами видите, какая. Так, а мы, надо заблокироваться. Вот так вот. Вот так вот. Ну, давай, Николай. Обалдеть. Здесь, как вы слышите, что мой автомобиль уже на пределе работал. Вторая пониженная. Беже всего и заблокированный. И пытался бить. Вот это да, ребята. Мы с вами никуда не уедем. Мне кажется, глупость. Мы не заедем. Кто попробует? Кто попробует? Давай я попробую. Пока мы били дорогу в сторону дома, ребята нам так и звонили. Говорили, что не могут проехать, что их заметает. На самом деле, МЧС прислала сообщение, что, короче, заметает. Потому что видно по следам, что прям ветер сильный и следы заметает хорошо. Да мы развернулись и поехали. Поехали мы к ребятам. У ребят там два патриота, поджерики, да, старые были. То есть, компания у них была большая. Мы развернулись и едем сейчас к ним. Мы мчимся туда, где нет дорог, где сосны и ели. Где нет толчаи и суеты больших городов. Догнали мы ребят. Уже вечереет, даже, можно сказать, стемнело. Я решил не останавливаться. Взял вправо и смотреть, как у меня получилось пробить дорогу. Приключений, дороги, влечения. И даже почти что не спим. С тобой лепетка, хайджеки, тросы. И много других причинал. И пусть нам завидуют те, кто ни разу. Трофилайф не познал. Здесь нет Джекера. Там проблем и с женой, и с кредитами банков. А есть только друг, что не забудет подкинуть стропу. И там, где увязнут легко, без проблем, и пехота, и танки. Мы на джипы проложим, будь уверен, любую тропу. И там, где увязнут легко, без проблем, и пехота, и танки. Мы на джипы проложим, будь уверен, любую тропу. Как вы заметили, у меня получилось пробить дорогу. По времени заняло это, наверное, минут 15. Бил дорогу аккуратно, старался накатывать, накатывать. Таким образом, я сам не застрял. Проехал вперед. Цепляем Opel и двигаемся дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что там встали-то? Вот так, и там встали, ребята. Не дают мне проехать. Так, ну что, друзья, решено ехать первым, пробивать дорогу. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Трос от моего автомобиля отцепили и прицепили за поджирика, чтобы Opel он вытащил. А я поехал догонять ребят. Догнал я патриот, и мы с ним пытались пробить, кто вперед выехать на дорогу. Как видите, здесь препятствие. Ямочка с выездом на дорогу и полная снега. Вот, как я и говорил, я был травленный, а, ребята, никто не травился. И у меня получилось выехать в Перу. Всем ребятам за эту покатуху огромный лайкосик. Вы, ребята, пишите комментарии. Подписывайтесь. Переходите в телеграм-канал Ниву 07. Ну и кто тут сила, ребята? Кто сила? Напишите в комментариях. Паджеро сащим. Давай, Opel. Давай, дави, 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 дави. Ну, красавцы. Ну, здесь уже по накатанной. Спокойненько проходим. И мы на свободе, ребята. Вот так вот легко покатушки могут превратиться в какую-нибудь западню, ребята. Все, мы все выехали. Всем большое спасибо за просмотр. Не забываем писать комментарии. Ну, за свой невосик я доволен. Лайкосы, подписочка. Телеграм-канал Ниву 07. Телеграм-канал Ниву 07. Телеграм-канал Ниву 07. Когда мы выезжаем на покатушке, нам очень часто приходится травить колеса Я использую автомобильный компрессор от компании AVS Компрессор хранится в очень удобной сумке В сумке находится шланг с манометром Сам компрессор AVS Turbo 75 литров в минуту А также разные переходники для накачивания матрасов и мячиков Одеваем крокодильчики, компрессор готов к работе Очень удобно травить колеса Сейчас проверим за какое количество времени накачает колесо Ровно 2 атмосферы